МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». С главными событиями дня вас познакомят наши корреспонденты и я, Галина Титарчук. Смотрите сегодня. От небольшого онкологического пункта до межрегионального инновационного центра республиканский онкологический диспансер отмечает 70-летие. Новый лик в Красную площадь города Чебоксары ждет реконструкция. От медали к медалям чувашские биатлонисты встретились с главой республики. Сегодня свое 70-летие отмечает республиканский онкологический диспансер. Торжественное собрание состоялось в Театре оперы и балета. Об истории и перспективах онкомедицины Чуваши в репортаже моих коллег. За 70 лет республиканский клинический онкодиспансер стал современным медицинским учреждением. Сейчас он оборудован новейшими аппаратами. За все эти годы здесь освоили множество методик лечения рака. Гордостью диспансера по праву называют врачей. Здесь работают высококлассные специалисты. И все они сегодня собрались в зале Театра оперы и балета. Поздравить медиков сюда приехала глава республики. Лучшим из лучших он вручил благодарности и почетные грамоты. Михаил Игнатьев отметил, что работу специалистов онкологического диспансера сложно переоценить. На протяжении семи десятков лет они дарят жизнь другим. За 70 лет, практически, если взять, это же не одно молодое поколение. Практически выросло, все совершенствуется. Медицина сегодня в России сильна. И отдельные отголоски, когда отдельные политические деятели говорят о том, что надо поехать в Германию, поехать в еще какие-то другие страны, чтобы получать качественную высокотехнологичную медицинскую помощь, я с этим не согласен, потому что у нас с каждым годом открываются новые поликлиники и больницы. На базе первой городской больницы в те далекие годы открылся онкологический пункт. По главе нового учреждения стал военный врач Петр Ермолаев. В 1947 году он успешно провел первую резекцию пищевода, а затем удаление легкого. С тех пор здесь провели тысячи успешных операций. Работа нелегкая, непростая. Поэтому в этой специальности, кто выбрал, те, в общем-то, не уходят. Так до конца и пенсионеры у нас работают, и мы уже много лет работаем. Поздравить работников онкодиспансера с юбилеем приехал и первый заместитель директора российского онкологического научного центра Мамед Алиев. Утром профессора принял в рабочем кабинете и глава республики. На встрече Михаил Игнатьев и Мамед Алиев обсудили перспективы развития онкомедицины. Показатель смертности от нового образования в Чувашии один из самых низких среди регионов по Волжье. Высокотехнологичная медицина, то, что сегодня развивается, и то, что с вами через разные технологии, информационно-телекоммуникационные технологии наши врачи консультируются. Экологический страх у наших жителей, пациентов, у больных людей снижается. Вот это дорогого тожества. Наконец, реформа всех медицинских служб дошла до онкологии. Это, наверное, самая высокотехнологическая и емкая экономия, финансовая емкая дисциплина. Она представлена собой сегодня и диагностику, и радиологию, тяжелейшая химиотерапия, дорожайшая гематология, онкогематология, ну и в том числе хирургия. Я надеюсь, мой приезд сюда тоже будет иметь какое-то значение. Мы договорились о том, что в ближайшее время сюда приедет еще главный детский онколог, мой заместитель Академии Поляков. И в рамках вот этой системы надо посмотреть, в каком состоянии детская онкология в Чувашии вообще. В развитие службы действительно вкладывают немалые средства. В Чебоксарах завершается строительство нового хирургического корпуса онкодиспансера. Операции здесь начнут проводить уже в этом году. Но в перспективе онкодиспансер должен стать межрегиональным инновационным центром, где будут сосредоточены передовые технологии. Медрик Ковалев, Росли Мухаммедов, Республика. Отныне дистанционные консультации лучших специалистов-онкологов страны станут доступными пациентам Чувашии с помощью современных систем видеоконференц-связи. Это стало возможным благодаря научно-консультативному центру, открывшемуся в республиканском клиническом онкодиспансере. Установленное в центре оборудование позволяет одновременно проводить консилиум с участием специалистов разных профилей. Пакет данных пациента формируется в режиме онлайн и отправляется в российский онкологический научный центр имени Блохина. Программное обеспечение позволяет работать со всеми видами диагностики, в том числе и с 3D-реконструкцией. То, что одним из пионеров является Чувашский онкологический диспансер, это совершенно очевидно. И мне кажется, в этом случае мы получаем две возможности. Во-первых, очень быстро получить второе мнение по конкретному пациенту. Поэтому мы можем не просто обсуждать историю болезни или же разговор двух врачей, мы можем посмотреть и пациента тоже. Это возможности 21 века, которые Чувашия, одна из первых, взяла на себя. Молодцы. Это только начало большого пути. Мы будем взаимодействовать с привлечением лучших российских и международных экспертов из Европы, Азии, Америки. Чебоксары, чтобы стали еще одной столицей на карте Евразийской Федерации онкологии, потому что мы уже в семи странах мира работаем. Немаловажно, что на базе научно-консультативного центра будут совершенствовать свои знания и наши молодые специалисты. А следующая цель руководства республиканского онкодиспансера – не менее амбициозно создать в Чувашии ядерную онкомедицину. Надо двигаться дальше, нам надо развиваться. И самый главный пациент наш с вами здешний должен получать абсолютно всю помощь здесь. И полный комплекс, полный спектр. Родион Архипов, Игорь Зверев, Республика. Сегодня, 12 мая, во всем мире отмечается День медицинских сестер. Более 100 лет назад был основан Международный совет медицинских сестер, объединяющий уже 132 национальные ассоциации. По инициативе этой организации день, посвященный сестринскому делу, начали отмечать в 1965 года. Сегодня в Чувашской государственной филармонии по этому поводу прошло торжественное собрание. Международный день медсестер решено отмечать в день рождения сестры милосердия Флоренс Найтингейл. В середине 19 века эта английская медсестра совершила подлинную революцию в организации работы военных госпиталей, введение медицинской статистики и, что весьма важно, профилактике болезней. Помимо этого, она явилась учредителем первой в мире школы сестер милосердия. Сегодня медицинские сестры составляют самую многочисленную категорию работников здравоохранения. Большая доля медицинских услуг оказывается исключительно сестринским персоналом. В больницах и поликлиниках республики сейчас работает более 12 тысяч специалистов со средним медицинским образованием. Уважаемые медицинские сестры, дорогие наши гости, коллеги, друзья, с большим чувством уважения поздравляю вас с вашим, с нашим профессиональным праздником. Благодарю вас за то, что вы посвятили свою жизнь гуманной и благородной миссии помощи людям. В день профессионального праздника лучшим медсестрам были вручены заслуженные награды. Сегодня же в Чебоксарах прошел республиканский форум «Медицинские сестры. Движущая сила перемен. Повышение устойчивости системы здравоохранения». В день медицинской сестры за многолетний добросовестный труд награду получила и Светлана Петрова. Она работает в процедурном кабинете клиники «Северная». Вот уже 25 лет Светлана Петрова следит за здоровьем жителей столицы Чувашии. Ее призвание – лечить людей. Измерять температуру, делать перевязки, инъекции, ставить капельницы, брать кровь на анализы. Все это – поле деятельности медицинской сестры. Свой трудовой путь Светлана Ивановна начала в медсанчасти электроаппаратного завода. А последние 15 лет медсестра работает в процедурном кабинете «Северной поликлиники». В нашей семье, естественно, есть медицинские работники. Это мой дедушка. Он участник Великой Отечественной войны, Василий Андреевич. Я, конечно, очень хотела быть похожим на него. Он был доктором, помощником. Работал в республиканской санэпидемстанции помощником эпидемиолога. Много лет он работал. Еще, наверное, одна причина – это то, что мы выросли в деревне. У нас же не было фельдшерских пунктов. К нам приезжали, естественно, доктора, педиатры с медсестрами в присутствии наших фельдшеров. Они были такие красивые, чисто в белых халатах. Как нам, маленьким детям, не хотелось на них смотреть. Естественно, мы хотели быть такими же, как они. Мечта Светланы осуществилась и теперь уже к ней относятся с таким же уважением. Со Светланой Ивановной мы работаем уже более 12 лет. Она обладает такими качествами, как доброта, милосердие, любовь к людям. Она хороший организатор, высококлассный специалист и наставник. Медицинские сестры – движущая сила перемен, укрепление устойчивости системы здравоохранения. Так звучит тема Международного дня медсестры в этом году. Кстати, в России представители, пожалуй, самой важной профессии чествуют вот уже 23 года. Юлия Важейна, Елизавета Зайцева, Олег Якимов, Республика. С 22 мая на территории Чувашии устанавливается особый противопожарный режим. На это время действуют дополнительные требования по пожарной безопасности. Запрещается посещение лесов в зависимости от условий погоды. Разводить костры, сжигать коммунальные отходы, мусор, сухую траву. В Чувашии, по данным Минсельхоза, посеяно 135 тысяч гектаров яровых и зернобобовых культур. 62% от запланированного. В Яльчикском и Комсомольском районах работы близки к завершению. Во многих районах приступили к химической обработке зерновых. Для повышения производительности и урожайности используются и новые технологии. В открытом акционерном обществе Чурачевское Чебоксарского района применяют новые технологии в посадке ячменя. В прошлом году на этом поле посадили кукурузу. Во время уборки собрали только зерно, а стволы и листья оставили на зиму. В этом году здесь решили посеять ячмень без предварительной обработки земли. Здесь 606 центнеров удобрения в том году на кукурузу было. Кукурузу сегодня съела. Что осталось? Вот 50% она съела, а 50% он здесь наверху. Если бы я его спахал, я бы это положил, она бы все. А здесь она лежит. Под солнышком она как, как сказать по-русски, как под зерно, как под идеалом будет лежать. Влага пропитается, влага будет там, солнышко будет колить, солнышко колить. И оно как от зеркала обратно отходить будет. А внутри влага. Так, по мнению руководителя хозяйства Евгения Шалеева, можно сэкономить не только на удобрениях, но и горюче-смазочных материалах. На один гектар тратится на 6 литров меньше. Сразу после Республики в эфир национального телевидения Чувашия выйдет очередной выпуск программы «Наша Республика. Главная тема». На этот раз разговор пойдет о ходе весенних полевых работ и новых проектах чувашских аграриев. В новом выпуске программы глава Чувашия Михаил Игнатьев посетит целый ряд сельскохозяйственных предприятий Республики, где ознакомятся с ходом весенней страды. Кроме того, телезрители узнают, как в регионе возрождают былые традиции возделывания хмеля и разведения породистых рысаков. Программа «Наша Республика. Главная тема» – совместный медийный проект «Национальная телерадиокомпания Чувашия», «ГТРК Чувашия» и газеты «Советская Чувашия». Повтор программы также 13 мая в региональном эфире телеканала «Россия-1» в 9.00 и телеканала «Россия-24» в 18.30. К другим темам. В Чувашии насчитывается более 45 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. В этой сфере заняты более 150 тысяч человек или почти треть работающих жителей Республики. Годовой оборот этого сектора экономики превышает 250 миллиардов рублей. Сегодня предприниматели Чувашии встретились с главой Республики, представителями федеральных органов власти, чтобы обсудить основные аспекты взаимоотношений бизнеса и власти. Ключевыми проблемами, препятствующими развитию малого и среднего бизнеса, предприниматель называют ограниченный доступ к финансам, вопрос авторского права и бюрократические препоны. По-прежнему существуют и проблемы взаимодействия с контрольно-надзорными ведомствами. На встрече предпринимателей поднимали вопросы кадастровой стоимости земель, аренды помещений, покупки имущества. В непростое для экономики страны время очень важно найти общий язык, чтобы защитить интересы обоих сторон. Отношения должны быть в первую очередь честными. Очень важно, чтобы все выполняли взятые на себя обязательства. Отдельный регион Российской Федерации, налоговложение, когда стоимости, как 18 регионов России, как и логовые регионы, они решение приняли еще в 2015 году. Мы подождали, посмотрели, съездили в соседние регионы, что нужно делать, потому что не были сразу готовы. Да, мы перешли с 2016 года. Да, и есть вопросы, которые остались. И нормативную правовую базу тоже меняем. Но касаясь в целом малого бизнеса, среднего бизнеса, вы знаете, вот сейчас по земельной амнистии, вот буквально вчера состоялось заседание Кабинета Министров, мы уже не только единичные решения принимаем, мы уже принимаем десятки решений и пользу предпринимательского сообщества, кто на самом деле имеет эту проблему и готовы по тем обозначенным срокам максимально принять решение пользы предпринимателей. Правительство республики постоянно оказывает господдержку предпринимателям, выделяя средства на развитие бизнеса. Встреча прошла в формате открытия дискуссии, и каждый предприниматель мог задать главе Чувашии свой вопрос. Институт «Чуваш-граждан-проект» разработал проект реконструкции, модернизации территории залива и Красной площади в столице Чувашии. Им же разработаны проект планировки и межевания территории. Решение начать реконструкцию с обновления подземных сетей вполне обоснованно, так как они уже выработали свой ресурс. С инженерно-технической точки зрения залив – это искусственно созданное сооружение. В него впадают три городские речки, и именно подземные коммуникации собирают и очищают все поверхностные стоки, прежде чем они попадут в Волгу. Проектами предусматривается первая модернизация инженерных коммуникаций. Они все расположены под землей, и поэтому лучше раскопать землю до начала реконструкции и благоустройства этой территории. Основой проектов послужила концепция испанского архитектора с международным именем Хосе Осибилия. Он предложил связать территорию залива в районе театра, оперы и балета и центральную часть с берегом Волги пешеходно-транспортными артериями. Хосе Осибилия предложил Красную площадь сделать единой площадью, и при этом чуть-чуть ее приподнять со стороны залива повыше и в сторону от театра пониже, то есть под уклоном создать. При этом под этой платформой разместить коммерческие предприятия. Чувашские архитекторы предложили убрать сцену возле драмтеатра, а взамен поставить более стационарную с противоположной стороны ближе к заливу. Понижение рельефа идет в сторону воды. Получается импровизированный, скажем так, амфитеатр. То есть те, кто дальше, те выше стоят. И нам более удобно смотреть на эту сцену. На Красной площади предполагается установить сухой фонтан. Это сооружение без традиционной чаши воды. А на месте флагштока предусматривается небольшая площадка, откуда по замыслу проектировщиков вверх будет устремлен луч света. Кроме того, на площади предполагается разместить предприятия общественного питания и небольшие кафе. И эти кафе планируется сделать не временными на летнее время, а постоянными. То есть, чтобы была причина, для чего прийти зимой на Красную площадь, когда нет каких-то мероприятий. Аттракционов на прежнем месте не будет. В соответствии с проектом «Колесо обозрения» диаметром 60 метров планируется поставить на платформу в залив, прямо над водой. Предполагается, что набережную разобьют на две части, верхнюю и нижнюю. Нижняя уже существует. Верхняя будет представлять собой проезжую часть автодороги, под которой будут расположены приемники ливневой канализации. Проект по подсчетам специалистов обойдется ориентировочно в полтора миллиарда рублей. Проектная документация пройдет экспертизу в Федеральном надзорном ведомстве в Казани. Родион Архипов, Игорь Зверев, Республика. У каждого театра есть своя визитная карточка, постановка, на которую зрители идут чаще всего. В Чуворском государственном академическом драмтеатре на протяжении 20 лет эту нишу занимал спектакль «Бабушка Проски внука женит». 17 мая театральная труппа последний раз сыграет спектакль. В спектакль «Бабушка Проски внука женит» логическое продолжение спектакля «Тетушка Проски дочку выдает», который шел на сцене театра 16 лет. Бессменная исполнительница главной роли Нина Яковлева не раз получала награду за безупречную актерскую игру. Спустя столько лет прощаться с любимой ролью нелегко, признается Нина Михайловна. За 56 лет работы в театре я 36 лет на сцену выходила в этом образе. Уже 20 лет Женю на сцене внука. Конечно, огромную радость мне доставляет эта роль. В физическом смысле очень трудная роль. Очень много песен, танцев, очень много. Друг за другом, танец за танцем. Один реп только чего стоит, там шпагат, на шпагат саживаешь в конце. Многочисленные танцы, проникновенные монологи и колоритные костюмы в свое время очаровали не только местную публику, но и мэтров театрального искусства. Вокруг столько негатива всякого, жесткости какой-то, злости, ненависти, корысти, чего ходить. Вот такой веселый, жизнерадостный, оптимистический спектакль, он, мне кажется, очень нужен. 17 мая бабушка Проски женит внука в последний раз. Коллектив театра приглашает принять в этом участие всех поклонников. За 20 лет их набралось сотни тысяч. Дарина Игнатьева, Алена Алтухова, Игорь Зверев, Республика. Ее называют «Надежда Чувашского биатлона». Сегодня глава республики встретился с Татьяной Акимовой. Спортсменка рассказала о личных итогах прошедшего сезона и поделилась планами на будущее. Подробности в сюжете Дмитрия Ковалева. Это та самая нагрудная майка, в которой Татьяна выступала на чемпионате мира по биатлону. Тогда в норвежском городе Холмин-Коллен спортсменке удалось обойти многих фаворитов. Свой результат она улучшила в марте. На этапе Кубка мира в Канты-Мансийске Татьяна Акимова завоевала 12 место в спринтерской гонке. В конце сезона мне вручили этот кубок новичка года. Для меня это было вообще огромной неожиданностью и радостью. Ну а планы на следующий год, я думаю, загадывать не буду. Как всегда, буду тренироваться, хоть и лица, а там уже как получится. Сейчас ее график расписан буквально по минутам. Тренироваться приходится в других регионах. На родину спортсменка приехала буквально на один день. А уже завтра Татьяна Акимова отправится на сборы команды. В ее состав вошел и супруг спортсменки Вячеслав. Ваши показатели, ваши результаты радуют не только уже нас, радуют прежде всего и Федеральное министерство спорта и всех лыжников Российской Федерации. Истории народа Чувашии стольких спортсменов, лыжников в сборной команде Российской Федерации не было. Тем более, хочу отметить и подчеркнуть по биатлону. Такая ответственность уже и за страну, и люди смотрят, и трибуны очень сильно напрягаются. Но потом уже в конце, уже после последних этапов уже было намного комфортно и уже не обращаешь внимания. Наоборот, даже особенно в Ханты-Мансийске очень сильно поддерживали болельщики. И в Чувашии много приехали, там с чувашскими флагами стояли. Для биатлонистов республики уже возводят современную базу. Центр олимпийской подготовки откроется в следующем году. Здесь оборудуют освещенную трассу, стрельбище и трибуны на 800 мест. В перспективе на этой базе намерены проводить и престижные турниры. Мы на первом этапе в этом году обязательно ведем стрельбище, уже полностью электронное, автоматическое. Ведем житейские и бытийские условия, корпус, где там душевые будут соответствующие, и подготовительные, и подготовка лыж, и для тренеров, и для медиков. И прежде всего условия будут для спортсменов. Сейчас у супругов Акимовых есть все шансы попасть на Олимпиаду в Корею. А пока к медальной копилке Татьяны прибавился и нагрудный знак мастера спорта международного класса. Сегодня наградили и тренера биатлонистки. Анатолию Акимову вручили знак отличников физкультуры и спорта. Медрик Ковалев и Расиль Мухаммедов. Республика. Сегодня Республиканский фестиваль студенческого спорта объединил студентов вузов Чувашии. Борьба за место на пьедестале шла упорная. На кону право представлять регион на всероссийском уровне. На чьей стороне оказалась фортуна в нашем следующем сюжете. В финале Республиканской универсиады приняли участие более 300 студентов ЧГУ, ЧГПУ, Сельхозакадемии и четырех филиалов московских и российского высших учебных заведений в Чебоксарах. Команды представляли свой вуз в девяти видах спорта. Это легкая атлетика, настольный теннис, гиревой спорт, армрестлинг, бадминтон, плавание, фитнес-аэробика и вольная борьба. Для спортсменов это ответственные старты. Ведь командные соревнования темы ценны, что общий результат зависит от выступления каждого из участников. Я чувствую большую ответственность, потому что нельзя подвести свой университет, потому что дали установку занять первое место везде, во всех местах. Я чувствую свою ответственность за этот университет и хочу, чтобы победил этот университет, именно ЧГУ. Среди участников студентов есть как профессиональные спортсмены, так и просто любители физической культуры и здорового образа жизни. Да, сегодня проходит на уровне России, мира, универсиады, там более другая значимость. А все-таки для регионов, где находится высшее учебное заведение, не всегда отводится должное внимание именно по объединению различных раздружненных студенческих спортивных движений. Поэтому фестиваль сегодняшний говорит о многом. Надеемся, что эта традиция, она и впредь будет проводиться на уровне Республики, и все ведущие вузы, студенты высшего учебного заведения будут принимать участие на предстоящих наших спортивных событиях. Уже в октябре нового учебного года лидеры Республиканского фестиваля студенческого спорта отправятся представлять Чувашию на всероссийский этап. Екатерина Абрамова, Расиль Мухаммедов, Республика. При подсчете баллов Республиканской универсиады и фестиваля студенческого спорта учитывались и результаты соревнований по игровым видам спорта и лыжным гонкам, которые состоялись раньше. Так, обладателями главного трофея стала команда Чувашского государственного университета. За ними в турнирной таблице расположились представители педагогического университета и сельскохозяйственной академии. Таким был этот день глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Галина Титарчук, с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин